Дота 2 матчей Дота 2 матчей Что хотелось бы сказать в этом матче Это то, что Na'Vi играет в неполном составе Я этой темы коснусь буквально несколько минутами позже Сейчас я хочу убедиться в том, что трансляция работает Поглядеть на чаты Посмотреть, что все ли здесь На Dota Video, на Twitch, на GetDot'е, на Empire TV Конечно же, в первую очередь на GoodGaming, на SK2TV И на JoinDot'е На всех сайтах, где висит мой плеер Отлично, кажется, все работает Ну, в Dendy спрашивают где Ребята, вот это, конечно, самое главное Что надо было бы обсудить в этом матче Денди, к сожалению, не сможет сыграть сегодня за свою команду Потому что ему куда-то надо было уйти То есть он просто не смог этого сделать по каким-то личным причинам Возможно, где-то гуляет парень Не знаю, с кем-то там, с друзьями захотел встретиться Или, может, у него дела какие-то есть действительно серьезные Поэтому Na'Vi играют со стендингом Который имеет, собственно, ник Game Я его, наверное, так и буду в течение, так сказать, стрима называть геймом Ну, или, не знаю, не знаю, как еще Или просто стендинг Na'Vi Играть он, скорее всего, будет в миду Потому что матч довольно ответственный для обеих команд И поэтому все игроки, скорее всего, будут занимать, ну, так сказать, свои посты Смайл будет саппортить, пупей будет саппортить Хвост фармить, лост терпеть на топе Ну, а кому-то надо держать мид Кому-то надо бороться за скандалом Кому же это делать, кроме как ни гейму Empire в своем привычном полном составе Gobluck, Silent, Scandal, Blow Your Brain и Fanic Не знаю, насколько они хорошо готовы к этой игре Но, вот знаете, вот опять обидно Честно говоря, обидно Потому что эти команды встречаются полными составами Действительно, это вот супер зрелищная игра На каких-нибудь StarLadder'ах На каких-нибудь, не знаю, других LAN-турнирах Может быть Или на супер престижных онлайнах Когда там очень-очень большой призовой фонд Ну, а вот сколько мне не удавалось смотреть Вот игры Na'Vi Empire Вот постоянно, знаете, то Na'Vi как-то, ну, не в самой лучшей форме своей Да, ну, немножко заленились Не готовились к матчу То у них стендинг один играет вместо одного из лучших игроков в мире Доты Да, что тоже как бы не красит их Да, то есть не добавляет им шансов на победу Ну, что ж поделать Такова, такова, значит Такова судьба Так Скажите, пожалуйста, почему отсутствует Дэнзи? Это я вот только что объяснил Так, сейчас развернусь Да, все окей Все окей Можно даже на гиддоте запостить Уже стрим Сейчас еще народу подвалят на трансляцию Надеюсь, что в течение матча Нас будут смотреть хотя бы Хотя бы тысячи полторы, эдак две Котл Хаос Найт Надо было бы прокомментировать пики Как-то коснуться этого Но, по сути, все до боли стандартно Габлак, поскольку у него первый пик Я не знаю, почему он банит Никса Потому что, по сути, этого героя Можно было бы оставить бан на Пупее То есть он бы что сделал? Он бы забанил Бэтрайдера Он бы забанил Никса В противном случае Габлак мог бы взять одного Ну, как бы Либо Бэтрайдера, либо Никса То есть это два героя Которые действительно являются фестпиками Они в 95, наверное, даже процентах случаев Играют, если они есть в активном пуле Если Пупей никого бы не банил Ну и разменяли бы тогда Габлак мог бы Трайдера забрать Пупей мог бы забрать Никса Ничего страшного У тебя хороший герой У соперника хороший герой Так что Габлак, по идее, был в преимуществе Своего пика Для меня до сих пор загадка Почему игроки на первом пике Команды банят таким вот образом героев Надо как-нибудь поехать Повидаться с ребятами Спросить Ребята, ну научите Ну почему? Я не знаю Я не могу этого понять Может, конечно, какая-то другая стратегия Габлак Тут сам у нас Виспа подобрал Хаус Найт Да, излюбленная комбинация Артура Имперцы побеждают такой стратегией Ну и Котл герой очень хороший Кстати говоря, Пупей что-то этим героям пренебрег В последнее время НС очень часто берет Берет Котла Для своих игр Так Очень часто берет Котла для своих игр Так, сегодня будет розыгрыш шмоток Не знаю, ребят Посмотрим Посмотрим По ситуации Я уже, кстати, очень много шмоток раздал Там с последнего стрима Ждал три дня эту игру А Денди нету Как же так? Да, вот так вот Такое бывает Отдали Виспафаннику Империя Вин Ну это немножко прохладная история На самом деле Ну, явно Явно Нави без Денди слабее Конечно Нави без Денди, конечно Слабее Ну а что? Ну надо как-то стараться По идее Кто такой гейм? Не видел его в лицо Видел парочку раз Как он играет за Нави Что-то стоящее сказать не могу Но одно я знаю точно У этого человека наверняка есть две руки Десять пальцев на руках Мышка, клавиатура, коврик, монитор Голова на плечах Которая может думать Ну и раз его взяли стендингом играть в Нави Наверняка он что-то все-таки умеет Раз уж Пупей выбрал именно его Ну, значит все должно получиться Что? Надо как-то постараться выиграть эту игру Так Ха-ха-ха Габлак у нас Наекса забанил Бруду забанил И еще какого-нибудь Наверное Так А тут Не знаю Может быть гирокоптер медовый Конечно будет Вполне может быть Иногда его ставят Мид Но мне почему-то кажется Что все-таки Пупей сформировал в данный момент Именно Триплу Вот этими героями Так А кого тогда надо еще Нави Если это Трипла Если это Трипла То Нави нужен Соло мид И какой-то хардлейнер Из хардлейнеров Здесь остались ВРК БХ Первый пик у Габлака Ему кстати Самому бы не помер Слушай А вот думает Думает Габлак Вот если Сейчас Пупей Не забанил А Стоп Затупил Все беру свои слова Назад даже не буду продолжать Не заметил В бане Андаинга Думал что Габлак Сейчас возьмет Этого Андаинга И пойдет в харду Тогда даблой Да Коттл и Андаинг Было бы очень круто Ну Клецкого банит Пупей Конечно же Правильный вариант Потому что Сайлант Ой Сайлант Ну Сайлант бы играл На Виспе Скорее всего А Фанник бы Тогда на Флетчере Вот тогда Это было бы весело Ну Значит Висп Хаус Коттл Это скорее всего Трипла Скорее всего Трипла И вот Любит Габлак Коттла На топ посылать Да С какими-то героями Интересно Захочет ли он Сделать это вновь Да Вот В таком пике Не ясно Не ясно БХ берет Габлак конечно же Так и думал Что он его подберет Потому что Ну любит Габлак Этого героя Часто его пикает Да и Крайне неудобно С ним играть Знаете Вот эти вот Треки Да и как бы Быстрые ганги Виспа С Хаус Найтом Они позволяют Очень быстро Фарма поднять Брюмастер Пойдет в мид Против скандала Ну а скандалу Придется играть Тогда На ком-нибудь Типа Типа на ком-нибудь Ну не знаю Может Какая-нибудь там Квапаку Кто-то еще остался В мид Пикнет Потому что В мидовых Очень много героев Перебанили К облаку В последнюю очередь Скорее всего Надо будет выбрать Героями для скандала Кстати Висп Хаус Могли бы пойти В мид вполне БХ мог бы Пойти на Соло бот Скажем Да Ну а вот Коттл И вот Еще кто-нибудь Еще какой-нибудь Плюс один Хороший Ага Пак Все Тогда понятно Тогда становится Все ясно Пак-герой Очень хороший В данной ситуации Я думаю Что У Эмпайр Хороший пик Хороший пик Они могут Легко выиграть Ну В любых стадиях Игры У них Есть Так сказать Что предъявить Сопернику А вот Пупею батон Крошить тяжело Будет на Эмпайр Потому что Тайдуха Борцуха В соло хард Пойдет Ну посмотрим Тогда Пупея на Брюмастере Интересно Значит Не Хотят Что ли Они гейма Гейм Да Смотрите Иначение Похоже Что Пупея Будет в миду Стоять Смайл На Шедоу Демоне Ну и Конечно же Тайдхантер Отстается Ласту Который будет Стоять В хардлэйне Будет там терпеть Так что Надо сделать Прежде чем Стримить Надо вклик камеру Включить Сенсуя Настроил Ласт хиты Так Анонсер Мега килл Все Вот так вот Надо Поставьте немножко Потише наушники Чтобы этот Шторм спирит Меня не сбивал Скандал Закупается Ну так Не экономит Сильно на Здоровье Не экономит Сильно на Каких то Веточках Да Мантиях Закупился Так сказать Как следует Как следует Под 6 слотов Ну До второй минуты Боттл должен он Нафармить Против брюмастера И все верно Пупе идет Брюмастером В мид Это немножко Непривычное Для него занятие В каптанз моде Ну а что поделать Если Стендинг играет Ну Стендинг На чене Давайте посмотрим Что Кто это такой Стендинг Гейм 24 Победа у чувака Фейк какой-то Да То есть Это скорее всего Паблик матч Хотя Паблик матчмейкинг Смотри У него Игры то Нету там Скандал Что то вылетел Что будут делать Со скандалом Наверное Сейчас он должен Подойти Вот Реконект Да Покажи профиль Стендинга Уже 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 Показал Так дайте Я сейчас Немножко Просьба Людям Страдающим Эпилепсией Отойти от экрана Потому что Я тут Потестить Битрейт Вроде нормально До 2 мегабит Долетает И Не Замыкается На этом Сайлент Ой какой Какой приятный Девайс Конечно Для сайлента Вот Пурманс шилд Очень приятно На бх Иметь Так лосс Что то Затерпел В самом начале Ну убивать то Что полезут Что любивать Под вышку Качается тизер Побоялся Фаник лезть дальше Его вышка Как жестко пробивает Вышка фаник Он такой слабенький 500 хп На первом левеле 0 армора Очень больно Это Европа Спрашивает хвост Потому что Видимо что то С пингом у ребят Да Говорит Блоу ее брейн Конечно братишка Это Европа Что ж еще 170 пинга Жалуется хвост Чего то там Только у тебя Пишут на благ Сейчас наверное Там таренты Выключит парень Что нибудь еще сделает Пинг станет поменьше Можешь В анонс Добавить потом Турнир В анонс Смысленно Ну там я не знаю Писал ли Ванфорс Это Не расписание А события Для этого турнира Потому что Я как то там Поискал Порылся Что то я его Не нарыл Короче говоря Там Да удобная конечно Штука Раздел событий Но Ну хорошо Я потом в следующий раз Постараюсь как то Это исправить Так у хвоста Тоже проблемы с интернетом Видимо какие то были Хорошо Приятно Чувствовать себя Не одиноким Потому что Вообще Моя трансляция С этого матча Была под угрозой Потому что Последнее время Очень сильно лагает Интернет И именно поэтому Сейчас трансляция Идет не в Full HD Да как обычно А в 720p В качестве Вот И вот только Где то за 5 минут До стрима Более менее Коннект Наладился И Тьфу-тьфу Дай бог Чтоб не сломался Фармит гейм В лесах Смайл пока что Вардит Где то Ну слушай Абх вообще зашибись Сайлент стоит И вуз не дует Фармит Экспу получает Это самое для него главное У скандала Конечно Рэнджовым паком Намного лучше Получается стоять Чем у Пупея Милишным Брюмастером Да он там сейчас Наверное затерпит Этот Пупей Просто по жесткому Его перединает Переласт хитит По всем параметрам Ну вот смотрите Нави идут Атаковать Сайлента Сайлент наверное Даже сейчас не подозревает Побежит строго назад Там ему поставят варту Догадается ли Так заивэйдил Заивэйдил Стана Отлично Сайлент Молочек Молочек И убегать оттуда Хорошо Поставили второй вард Нави На линию На топе И тем самым Позволили они Сайленту выжить Грамотно очень сыграл Хороший хардлейнер У Эмпайр Догадался Что его идут Ну будут гангать Именно вот таким способом Ну все И терпеть теперь Раз уж тут много Подошло Соперников У него правда Сейчас еще на два Шедоу Волка хватит Да Это беда Беда Скандал Что тут уже банку Выпивает Ну брюмастер Все свои ретанго Съел Ну у брюмастера Не было По моему Хилинг селва Да Вот этой супер баночки Но кто у него Боттл появляется Сейчас он тут Подхилится Так Иллюзери пошел Под крипов Конечно скандал Скандал не будет прыгать Чтобы как-то Накосать Но вот если бы Здесь было Поменьше крипов Возможно бы И Плюхнулся туда У него фаза вкачана Да фаза у него вкачана То есть Наверняка будет Интересная борьба Скандала С ППМ В меду Когда тут будет Клэп Надо будет Обязательно За этим посмотреть Хватит ли Скандалу Реакции Для того чтобы Фазу уйти Пока брюмастер Будет клапать Фаза очень короткая Тут ошибиться нельзя Всего лишь 0,75 секунды Дисрапшин Получает Сайлант Солкетчер Не стал смайл скидывать Потому что Это только ману тратить Увидеть здесь Сайлента Попытаться его Надамажить Вообще никаких шансов нету Так Ну-ка Что-то там Жалуются про лаги Не ребят Лагов нету Я буду конечно Обращать внимание Периодически Сайлант под вардом Терпит Ух Ну все-таки ушел Кончился Рокетберридж Поставили Сайленту ракету Он У него маны нету На Шэдоу Волк Боже Сайлант Похоже сейчас умрет Он отпивается банкой И ФБ делает хвост Беда-беда Надо было наверное Просто убегать дальше Хвост бы не нырнул Под эту вышку И отпиваться банкой Немножко ошибся Вот видите Сейчас только что Пупей Обманул Обманул Пака Ну там не знаю Начал клапать Потом отменил Скандал спрятался в фазу И потом сразу же Пупей заново клапнул Когда скандал вышел из фазы Вот видите Видите Да Оп Ну это что-то он переборщил Ну скорее всего он будет Обузить этот ботл Сейчас отопьет его Очень быстрый брюмастер С хостой Ну и в целом-то Все неплохо Оказалось у Пупея В целом-то все неплохо Оказалось у Пупея Лас тут пока что Даже больше Ну Пак Да Его конечно переденайл Пак его конечно переденайл Но если так пойдет дальше То в принципе Пупей Пупей нормально Отстоит эту линию Даже уже наверное Можно утверждать Сайлент возвращается На свой Лайн Тут ему конечно Очень неприятно Стоять уже Ну Хотя сейчас Крипы под вышку Подойдут Будет поинтереснее Да Икспы получат Только в этот момент Нави нырнут То есть Сайлент что сейчас думает Ага Крипочки здесь под вышкой Надо постоять Икспы получать Но вот влетает Гирокоптер дальше Вот Как же просто Неприятно Вот когда вот так вот делают Когда вот так вот делают Оппонент что Крип подошел Икспу получить А тут еще втроем Бегут и ломают Вард поставили Сейчас Ой Паш получил нюк Солкетчер Смайл не стал скидывать Ну тут зато Блава фармит Да И фармит он С Колечком на хп Колечком на реген Интересно Не видел я что-то Вот Габлак перемещается На топ Тут вышку дефит Но поздновато он конечно Перемещается на топ Сейчас основная задача У Эмпайра Заденайте Хороший Хороший Иллюминейт И можно заденать Эту вышку Эмпайр Ну Не станут Лезть Нави Отдают эту вышку На растерзание Оп Чем Ну Какой Какой жулик Конечно Ну зря он это сделал Это наивность Глупая какая-то От исполнения гейма То есть Пойти И вот так вот На тупую Под крипов Заденать вышку Он тычку получил Там несколько тычек От крипов Это со стороны кажется Что там да Это Все там ерунда Там да Ну На самом деле Ну Вот если бы он стоял бы Соло харду И вот так вот бы сделал Да То это было бы очень критично Для него А поскольку он в трипле стоит То я думаю что Ничего страшного Все равно ему тут Маны нет Наверное скоро домой бежать Скандал Пытается крипов добивать Ну Основную свою задачу Выполняет Ну а габлак На стаках легких крипов Пытается поднять себе Левел Экспу Хоть как-то выживать В этом В этом месилове Не отнимать Экспу Оппонента Когда же Сайлант Получит шестой левел Не очень скоро Он получит шестой левел Не очень скоро А ему надо бы Конечно Как можно быстрее Получить треки И Пытаться реализовать Возможность Ну Перегангать как-то соперника Да Там под треками С релокейтами Чтобы Очень быстро Увеличить преимущество Фарме Так ставят По культу Ну дерзкий Дерзкий Какой скандал На арбу Не успел спрятаться Получает Дисрапшн Солкейчер Фаза Нет фаза есть Но Как-то выжить Плюшки летят Пупей Подходит Сало скандал Отлично Но Ну слишком Слишком Он был дерзок Наверное Переоценил свои силы В этой ситуации С кем не бывает С кем не бывает Может кого-то не замесил Там Ну Основная проблема в том Что Смайл Очень грамотный Дисрапшн скинул Очень грамотный Не позволил Паку на иллюзоре Портнуться Так Наверное скандал Что думал Что он сейчас скинет иллюзоре Там да Покоцает немножко Заберет инвизу Заберет руну И Уйдет в освоясь А там руна была Очень для него хорошая Если бы он эту руну забрал Наверное там бы еще Ну двоих бы может убил бы Фиг знает У него бы там сало откатилось Потом иллюзоре еще бы откатился Он бы там всех Поубивал в этой инвизе Неприятный момент конечно Неприятный момент Для Соломида Эмпайр Итак Нави вновь пытается Загангать Сайлента Умеряет тут прямо Под елочки Ставят вард Ну все Сайлент умирает Здесь без вариантов Солкэщер Смайл немножко Маны потерял От этого Ну вот видите Без Дэнди Нави проиграет Без Дэнди Нави проиграет Где же они проиграют Все нормально Гейма Две руки Голова на плечах Ноги Пальцы Все имеется Два глаза Неслепой Он там какой Некосой Нельзя так Сильно Дифференцировать Игроков На мой взгляд Особенно в доте Которая не так Сильно хардкорна По личному скиллу Так Пупет Что-то далековато Забежал Получает Дженаду И ульту И так Надо бежать 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 Сайлент Шадоу Волк Есть Ага Здесь Блава Пришел вместе с Фанником На релокейте Я что-то не увидел Его Поднимает его в космос Сайлент убивает Маленькую панду Пак тем временем Убивает герокоптера Ну а Вот Земляная панда Убежала Пип пытается как-то Эмалейшином Закоцать Ну как не знаю Называется эта фигня Огненной панды Ну вот Давайте потом расскажу Тут пока что Скандал кажется Собрался убивать Чена Сала Тычка Еще тычка У него фаза Он очень быстрый Фазу прожал Получает Станкин Том Еще Клэп Упеем И надо уже убегать Но Скандал Просто Решил развернуться Найти Чена Фаза Иллюзери Здесь уже вступает В игру Блоу Йо Брейн Вместе с Файником И если гейм подойдет На реншер Релокейт Ему не поздоровится Он умрет просто в касании А так Смайл оказался Ближе Слушай Эмпайр не добивает Одного Второго Тут столько лоу хитовых Игроков Четыре секунды Стана получил Пупей Но за это время Точно должны убить его Хорошо Блоу Йо Брейн Справился Лост подходит Лоста нету шестого левела Но у него есть гашек У него есть Инчерсмеш Более того Ох Воз Воз тут еще Блин там котл Смайлов все таки Подрезал иллюминейтом Под соулкетчером Габлак Сейчас Рокет Беррэдж Получает Очень много урона Рифтует вовремя Блавать Две секунды Стана и Иллюзери Убьют Хвоста хорош Лост немножко затерялся Инчерсмеш Убивает Габлака Но сам скорее всего Не выживет в этой ситуации Хотя слушайте Шустрый какой-то Тайтхантер Даже скандал решил Что Ну правильно Правильное решение Это Скандал боялся Вот этих вот Телепортов Да что там Начнет лост Как-то под вышку Забегать Куда-то стараться Уйти Да и там Нави начнут делать Телепорт И уже там Под вышкой Собственно их там Попринимают всех И правильно боялся Правильно боялся Все верно Сделал Скандал я считаю Здесь Подписываюсь Просто под каждым Его действием Да и тем более Ульту пака Не такой уж Там дикий КД Там это не Блэкхолл Какой-нибудь Да Который там Три минуты КДшится Давайте немножко По фарму Посмотрим Блэйо Брейн ПТ КП колечко И Ну там Квилин Блейда Видимо Да даже Квилин Блейд Смотри купил Ван Гуард Похоже Будет делать Похоже Хаус Будет делать Ван Гуард Видел что он Купил Виталий Тебуста Заливает Ман и Габлак Сейчас видимо Будет релокейт А кого тут Релокейт В принципе Хвоста Можно релокейтить Конечно Он же под треком Отлично Сейчас очень легкий Фраг для Эмпайр Под треком Еще Вот 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 Все Пошло Поехало Называется Пошло Поехало Сейчас еще Три-четыре Просто таких Фрага И Эмпайр Получит настолько Весомое преимущество Что они просто Массой задавят Артефактами Задавят Экспой Ну Нисколько скиллом Да Сколько вот Этой вот Экспой Хотя Ну Немножко грубо Это звучит Ну можно Как бы Да Чем больше Преимущества У тебя есть Тем Менее Как бы Грамотно Можешь ты позволить Себе играть Чтобы победить Я думаю Что это очевидно Ну Эмпайр Расслабляться не будут Тут все-таки Две карты Надо победить Лучше не ошибаться Лучше не пускать Игру на самотек Так Нави Гирокоптер у нас Потихонечку Тут затаривается Что-то Геймо Геймо Арканы Меку Скорее всего Будет делать Следующим артефактом Вот так Нави Надо как-то Дефить Бот Бот Т2 Пытается Блавас Релокитить Вангвард У него уже готовый Что есть у купеи У купеи фазы И заготовка на барабанчике Конечно Барабанчике Брюмастеру Это я считаю Must have Артефакт Потому что Если покупать ему фазы А не арканы Что мне кажется Намного привлекательнее Да там То ему просто Не хватает маны На прокаст Просто не хватает Маны на прокаст Там клэпнуть И ультануть И Все там Релокитнули Опять Кого-то Чена видимо Релокитнули По трекам Убили Вот уже Второй фраг Сейчас Фанник заберет Блаву Куда он его забирает Забирает его под бот Далеко были Навек Кстати могли бы ворваться Реально могли бы ворваться С гирокоптером И вот Лос тратит свой реведж Подходит смайл Там Улетит гирокоптер Блава выходит из зоны Бомбардировки И прячет его в дисрапшн Солкетчер Получает Блава Нонсон Гладом Он очень может много впитать Тизер Хорошо Так надо убегать отсюда Станет фаником Скорее всего решил пожертвовать собой Ради жизни кэри героя Своей команды Гашек Сейчас ракета влетит Ракета первого левела Скорее всего У хвоста прокачана Лост Пытается что-то сделать У него нету ни ман Ну на интерсмеш есть маны 9 стиков 3 секунды стана Блава Блава живет Ой как от вышки-то сейчас Натерпят Пытается уйти Рокет Бэрэш Не попадает Разворачивается Рифтует Смайла Единственное что посчитал Возможным сделать Blow your brain В этой ситуации Хотя мог бы еще потянуть Времени мне кажется Тут Смайл Получит Габлака Скорее всего Станет скандал Очень вовремя Иллюзори минус пупей Хорош Иллюзори минус пупей Так ну это такой бак С байбэком Смайл на самом деле В ауте находится Просто Иногда дота немножечко бажит Тут так вот Беда 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 Как же Нави выигрывать то тут Седьмой левел член Еще не ультил Хвост доминатор Хвост доминатор Хвост доминатор Хочет затерпеть наверное Шадоу демон Ну хоть с сапогами Блинкдагер у пака Плохо У ласта аркана Ну хотя бы у ласта арканы Ну Надо надеяться На какой то хороший врыв от Нави Зря вы пишете то Что тут у Эмпайр Намного лучше пик Да я согласен Что у них как то Поинтереснее выглядят герои Но опять таки Парочку неожиданных Таких влетов устроить С реведжами С ультимейтами пупей И все будет окей Но вот так вот Надо отдаваться поменьше Потому что Сайлент свое дело знает Сайлент треки развешивает И Это сейчас мы увидим Как отразится на графике Вот после вот этого Еще один трек Так вот Бежит 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 Но гейму можно было бы ультануть Сейчас ультует Он немножко выигрывает Время для хвоста И отправляет его домой Отличная игра Отличная работа Я бы даже так сказал Пупей ворвался Смотрите Котла зарезал Ну вот Вот Надо растягивать Надо сейчас растягивать Украинцам Стараться как то Стараться Не сдаваться Сразу же Портиться сюда Хвост Хвост полненький И ультимейт у него заряжен Чен 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 Под треком Конечно опасно он бегает Но похоже там Без хп Без маны Все импайр Они решили отойти Ну правильно Да тут Тут ловить уже нечего Какую карту играет Скажи пожалуйста Да первую конечно Матч 21.00 Начался Ну Ясен пень там С небольшой задержкой Уж не без этого На рейдколлах Вот Самая лучшая организация Ребят Скажу вам На диффенсе Самая лучшая организация На диффенсе Там Самые Маленькие Дилеи Да От назначенных матчей Максимум Что я видел Там ну 5 Ну 7 может быть Минут Все не больше Команды приходят Команды сидят в лобби И Заставляют их Начинать свои матчи вовремя Ну вот на всех остальных Лигах там Там 30 минут задержаться Это в порядке вещей Так Гейм тут откатился Далековато Далековато фармил Так скандал Хороший очень Сайланс И Пупей Если удастся забрать За время Сайланса Или стана То все будет хорошо Пупей клапает Пытается убежать У него видимо нету Ультимейта еще нет Откатился ульт кажется И врывается Вот так Вот вот эта драка Сейчас Блаву Можно попытаться забрать Но у него очень много ХП осталось Для хвоста Он получает 4 секунды стана Блава умирает Габлак терпит Пупей Тут огненный панды Это иммолейшн Да называется Да иммолейшн Я про это хотел Спросить Чуть-чуть Чуть-чуть Не хватило Пупея Для того чтобы сделать Этот фраг Но тут драка продолжается Между Пупеем Смайлом Сайлантом И Скандалом Очень мало хп У Пупея Он прожимает Стики убегает Тосом Сайлант делает фраг И пытается выжить И кажется выживет На 14 хитах Скандал Сейчас иллюзори Фаза Хорошо Вот Хорошо Ворвались Нави И хвост ультанул Отлично И реведж был Да И ульт Пупея Он там максимум урона Нанес Затерпел Вот только Представьте себе Сколько затерпел Пупея Он Сайлант получил Кучу тысячек Там всяких разных Ну вот Чен Вот если бы был живой Чен А там драка была 4 в 5 Если бы был живой Чен Скорее всего Нами бы выиграли Эту драку И что говорит о том Что не все еще потеряно Не знаю Чего забыл здесь лост Подходит Хвостецкий Раздает Рокет Берридж В надежде хоть кого-то Здесь убить Весь дэмэдж впитывает Blow your brain Если бы Висп То может еще Виспа бы забрал Да и то у Виспа Там уже косарь ХП Тяжело было бы его фокусить Ох тяжело Заливает габлак себе Немного маны Empire все заряжены Готовы драться дальше И ничто им в принципе Помешать не сможет Гирокоптер только Ох кого-кого-кого Кого цепанули Опять Чена цепляют Убивают Shadow Demon И очередные минус 2 От команды Empire Барабанчики прожали Догнать хотят хвоста Ну хвост с фазами Хвост быстрый персонаж Давай хвост На фарме На фарме Я хочу чтобы нави Здесь поборолись еще А то как-то Как-то слишком Сильно выигрывают Empire Вот посмотрите Да вот они треки Вот они Вот они Вот они Вот они Все треки Хотя в целом Это и без треков Можно было бы хорошо набить Такое же преимущество Вроде как 7 фрагов Есть Вышки потихоньку падают Сами Empire тоже Правда вышку теряли Ну и вот по XP По XP Нави даже не выходили В какое-то преимущество Они вот Что терпели Что терпели раньше Что терпят и сейчас Тут хоть небольшое преимущество Где-то в голде Там перефармливали И это все Ирондаун Сайлента Володя Все отлично Блава БКБ Мутит смайл Получает 2 секунды Стана Умирает сразу же И опять Нави Остаются в меньшинстве На Дефит Т2 Дефит Т2 В таком составе Просто Не то что не советуется И не рекомендуется А вообще лучше Это даже невозможно Я бы даже сказал В текущей ситуации На хвоста сделали Релокейт Хвост умрет Хвост умрет Он поддурный Сейчас и Блаву Смотрите Обратно Релокейт На топ Передислоцирует И все Вот она Минус Т2 Два фрага делают Эмпайр Слушай Даже еще кого-то Пупея пытается цеплять Три секунды Сайлента от скандала Немножко Несвоевременная Несвоевременный Сайлент от скандала Именно поэтому Пупей сейчас Сможет разультить Тосом Сайлент убивает Сейчас кстати Сайлент кажется Встрянет Он очень много урона Получает Гейм Ульты нету Десять секунд Ульты Остается только Пупей Засплитившийся Вот в этих Трех пандах Ну вот все Он даже клэпнуть Не успел Скандал Гадлайк На иллюзоре уходит Джи-джи пишет Пупей И кажется Борьба Прекращается Борьба прекращается Выходит Капитан команды Нави Первая карта Считается выигранной Для Эмпайр Ну вот Вот Да Конечно Могло быть и лучше Могло быть и лучше Вот Мне кажется Вот в этом замесе Живой Чен Он затянул бы игру На 10 минут минимум Для Эмпайр Жалко Что так быстро Хотелось бы больше зрелищ Ладно Вторую карту Надеюсь Нави отожмут И будут жать ее Минуток так Хотя бы 40 Потому что Все таки хочется Постримить Доту Уже настолько привык Что каждый день Веду трансляции Практически Что вчерашний день Без стримов Там Виртус Про Должны были с Моузами играть Но они на Дифонсе Свою игру перенесли К сожалению И на какой срок Перенесли Я не знаю Так Ну что там с лагами Слушай Не лагало вообще Ребят Не лагало Серьезно Дропов просто ноль Надо было все таки Full HD делать стрим Шучу конечно Наверное Там Было бы тяжеловато Ну по чатам Блин Очень много Людей Во всех чатах Очень сложно будет Прочитать все сообщения Поэтому я стараюсь Быстренько Быстренько Прочитать Понимая что на них Тип работает Но как то надо Объективно комментировать Ребят Ну не знаю Обижаете Я всегда стараюсь Комментировать Не предвзято И сейчас я Ну хорошо Хорошо Я постараюсь поменьше Раз так задевает вас Ни в коем случае Ни в коем случае Я не болею за Empire Я ни в коем случае Не болею ни за Na'Vi Я болею за красивую игру В первую очередь Я хочу увидеть Три карты Я хочу увидеть Какие то Рэмпаджи Минуте на 50 Может быть Я хочу увидеть Супер красивые Блэкхоллы Мне все равно В чем исполнение Na'Vi Empire Смайл будет это делать Пупей Или Габлак Может быть Хорошие драки Вот что Вот что важно Для меня Не то чтобы Empire победили Это все второстепенно Для меня Так Первый раз Сильно лагануло Потом вроде Все нормально Dendy Надоело Что вообще Не тренируется Надоело играть Ну Может быть Na'Vi Может быть Na'Vi Действительно Действительно Сейчас не в самой Лучшей форме Но я об этом Говорил в начале Стрима Что Вот все время Все время Матчи на онлайн Лигах Между Empire И Na'Vi Они Конечно Потенциально Очень интересные Прямо я бы даже сказал Сверхинтересные Но вечно Какие-то обстоятельства Мешают этим командам Показать Всю свою Вот Все то что Они могут показать Так сказать Да Вот В частности Это касается Na'Vi То у них Какой-то стендинг играет То ребята Месяц там Болт пинали В потолок Плевали Не могут собраться Никак Начало сезона Для них было Ну не самое Так сказать Хорошее Хотя они там Не так уж Много И насливали Скажем честно Но могли лучше сыграть Могли сыграть Лучше Если бы просто Ну немножечко Потренировались Немножечко там Покатали Там Цемки Может с какими-то Соперниками Более-менее серьезными Раскликались Там Да Вот Ну Ну никак Никак И вот этот матч Не исключение становится Дэнди Соло-мид команды Na'Vi Не смог подойти на игру Вот если бы Эта игра состоялась Вот в тот день В который она должна была Состояться То Дэнди бы смог Вот Блин Надо было все-таки Еще перенести подальше Ну видимо подумали Организаторы Что Такой Сверхинтересный матч Достоин быть Скажем Достоин быть В воскресенье Вечером В первую очередь Потому что Больше Больше рейтинга В это время Можно заработать На Просмотре игр Да Что вот В воскресенье Там все свободны Нету там людей Которые в субботу Там по клубам уходят Нету людей Которые там Как-то отдыхают Ну Их по крайней мере Меньше Да И что люди все-таки Подойдут посмотреть Этот матч Ну это правильное решение Это коммерческие Или может быть С точки зрения Удобства Просмотра этой игры Может быть это и так Но лучше бы Лучше бы Дэнди смог бы сыграть Лучше бы Дэнди бы смог бы сыграть Ладно Пока ребята Там на перерыве Поглядим Что пишут Дэндик бы зарешал Да согласен Че это Там Пупей Пупей конечно Лучше бы он отсаппортил Потому что Пупей великолепный саппорт Просто один из Наверное даже самых лучших Вот для меня Три самых лучших Саппорта Это Смайл Пупей И даже не знаю Кого здесь еще Не могу вспомнить Блин Какого-то китайца Запамятил его имя На G-лиге Как-то смотрел Очень понравилось Как он саппортил на Рубике Блин Не вспомню Не вспомню Ну Вот Наверное даже Мне кажется Что все-таки Смайл Самый лучший Саппорт Потом Пупей Все-таки Но Грамотный саппорт Он мне кажется Не то чтобы он был важнее Но Как-то 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 Немножко Первостепеннее Он может быть Вот в этом смысле Да и Я просто по паблику Сужу Я уже говорил о том Что Попадаешься в пабе Против какого-нибудь Нексуса Который в миду Темпларкой стоит Ну и че Нексус Напали втроем Загангали Убили Обоссали Все Нексус ничего не может Например если команда Хорошая попалась Ну или там Конечно если там Отдаются ему То Нексус там Всех порешит Ну а вот Какой-нибудь Пупей Который там Будет играть Саппортящим Я не знаю Чем-нибудь Рубиком Каким-нибудь Саппортящим Он вообще Так всю команду Напряжет Что Сразу Сразу станет Понятно Что против Саппорта Хорошего играть Намного тяжелее Чем против Хорошего Какого-то Семикерри Или полукерри Да Или просто Керри героя Который будет Фармить всю игру Ребята Что-то там Собирается С мыслями Ну да Нави бы Нави бы Не помешало Сейчас Немножко Обдумать Свою следующую Игру Но они Сейчас Пупей будет На первом пике Посмотрим Может быть Урвет Какого-нибудь Там Никса Потому что Габлак Он как-то Не банит Он прям Брюмастера Ой не пряммастера Бэтрайдера Никса Он редко Когда двух тех героев Бан отправляет Он обычно Банит там Бэтрайдера Да Вот в первую очередь Никса Он не часто Убирает Или наоборот Только Никса Если там Бэтрайдера Энами забанят В общем Увидим Что там будет Ты вроде КС стримил Если я не ошибаюсь КС я не то Что не стримил Я в КС не играл Даже никогда Ты не представляешь Ну там По молодости Было там Уж с кем не бывало В КС поиграл Не в КС Я вообще Никоим образом К Counter-Strike Не отношусь И Неинтересно Честно говоря Для меня Шутер это Quake Вот что для меня Шутер Посчитал Количество зрителей На всех стримах Примерно 42 куска Много Конечно Много Это еще Наверное Без учета Того Что смотрят Через Дота ТВ Я сейчас Постараюсь Зайти в игру Тоже Прочекать Там где-то К середине матча Сколько людей Смотрят Трансляцию Непосредственно Из Клиента Второй Доты Тоже Интересно Глянуть Все-таки Дэнди В Твиттере Написал Что он Сегодня Не играет Ну вот Причину Мы видим Что Дэнди Не играет Это прискорбно Интересно Знать Причину Интересно Знать Причину Дэнди Сегодня Папочки Играл Ну да Скорее Он ближе К вечеру Где-то Был Занят Будет Ли Сегодня Играть Дэнди Не знаешь Нет Не будет Где Дэнди Скажи Тем Кто подошел Только Не знаю Куда-то Отошел Почему Пупей Сыграл Так плохо Да я бы Не сказал Что Пупей Сыграл Плохо Да честно Говоря Сложно Как-то Мне Проанализировать Прям До конца Эту игру Пупей Неплохо Мид Отстоял Против Скандала Даже Где-то Там Даже Где-то Там Хорошо Я бы Даже Сказал В некоторых Моментах Ну Мне показалось Что Эмпайр был Пик Немного Получше Просто Вот Если бы Нави Сыграли Мне кажется В целом В целом Послажение Может было Действительно Получше Чен Несколько раз Очень неудачно Отдался Когда его Ультимейт Был нужен Может быть Отдался Это немножко Не то слово Правильнее было бы Сказать Его загангали Но Факт остается Фактом Чена Не было В некоторых Замесах Когда он был Действительно Очень нужен Своей команде Очень нужен Ладно Удачи Нави Удачи Нави Хочу Третью карту На этой карте Мне хотелось бы Чтобы победила Победили Рейдинг Ну вот Только Позволит ли Сделать это Габлак Позволит ли Он сделать Это так Просто Ну у Эмпайр Есть такая Хорошая Традиция Для их соперников Плохая Конечно Для самой Команды Это Проигрывать Немного В начале Вот они Немного Неаккуратно Мне кажется Отыгрывают Где-то В первых Минутах Там И потом Могут Из-за этого Собственно Затерпеть В мидгейме Ну а Как мы знаем Затерпеть В мидгейме Может означать Затерпеть Вообще И в лейте И потом Просто-напросто Проиграть Ну вот Пупей Думает Кого банить Убирает Он Вот Пупей Не будет Банить Вот посмотрите Как действует Капитан Команды Найя Он не будет Банить Никсов Ни Бэтрайдера Зачем Пусть это делает Габлак Убирай героев Которых Ты не хочешь Видеть У Эмпайр Все верно Котл и Висп Все верно Ну а Габлаку Остается Забанить Никса И Бэтрайдера Все правильно Все правильно Пупей делает Вот это Я понимаю В прошлом бане Да Вот первым героем Взял Я забанил Я не видел Кого он там забанил Никса по моему Да Почему Хороший же герой Хороший для саппорта герой Возьми ты его себе Ну правда Я никогда По моему не видел Никса В исполнении Эмпайра Может это где-то было Там В моем пьяном бреду Но Серьезно Не помню Не помню Может быть Габлак просто банит Его для того Чтоб он тупо Не достался сопернику Да То есть он не хочет Его брать себе Поскольку у него Какая-то другая Там Скажем Стратегия Да Может быть Немножко другой пик Но тем не менее В данной ситуации Вот Что Кто еще из хороших героев Остался Еще Магнус есть Хороший герой Ну вот Пупей Не знаю Будет ли он его брать Тут по сути Дарксир есть Магнус Если будет Магнус То он скорее всего Пошел бы В мид Ну а у Эмпайр Как бы Такой пик Видите Вот этого Андаинга Да Андаин герой Неплохой для хардлейна И 80% Андаингов Они вот Если есть какой-то Хороший плюс один Да Вот там плотный саппорт То они Вот эти вот Андаинг плюс один Вот эта дабла Может вполне идти В харду И там реально что-то делать Да Там она может выживать Раньше Габлак практиковал Даблу Андаинг с Джакира Потом Он начал практиковать Даблу Андаинг с котлом Иногда даже это В триплу превращалось Когда Андаин котл И вот герокоптер Да Вот как раз таки И такие Бывали пики Иногда вместо герокоптера Для Блобио Брейн брали И других героев Уж Не хочу сейчас даже Вспоминать Кого там Кого там Я видел Ну явно Явно кого-то брали Потому что Частенько Ходили Да Вот в триплу Но вот в данной ситуации Ну могут взять ТХД Да Могут взять ТХД Могут Отправить их туда Вдвоем На хардлейн Могут отправить вдвоем Но делать этого Эмпайр не будут Потому что Третьим пиком Габлак Убирает Бонфлетчера Бонфлетчер Герой для фаника Один из Респект банов Которые Делают соперники Эмпайр Когда играют Против них Да Ну поскольку В данной ситуации Подобного Не было То Габлак Посчитал Собственно Нужным И правильным Посчитал Пикнуть Клинкса Я считаю Что От этого Хуже не станет Уже есть Неплохая Линия Там Да Сандайн Герокоптер Клинкс На Соло Бот Пойдет Осталось Только взять Какого-нибудь Хорошего героя В мид Ну и еще Подсаппортить На топе Так что Тут скорее всего Будет что-то Стандартное Дарксир Дарксир Ох уж Это Дарксир В хардлейне Для ласта Скорее всего Будет Дарксир Квапа Интересно Вновь Пупей Будет играть Квапой Или отдадут Стендингу Все-таки Этого героя Давай На экса Хвосту Ну вот и взяли На экса Хвосту Блин Вот Страшный герой На экс Конечно Страшный герой На экс Не люблю Людей без Завы в стиме Они Такие Странные Да Не доверяешь Таким людям Все понятно Все понятно Хвост На экс Дарк Кто Дарк Дарксир Будет Ласт Будет играть Дарксир Хардлейн Хотя Конечно Если Сейчас Эмпайр Возьмут Магнуса Предположим Да Они Вполне Могут Взять С этого Героя Потому что Медового Не хватает Персонажа В линии Эмпайр Дарксир Стоять Играет В данный В данный Момент Габлак Берет Пака Для Скандала Решил Что В данный Хотя Мне кажется Пак Поинтереснее Смотрится Со своим Сайленсом Контрить Квапу Лину Можно Можно И нужно Ланая Может Скандал Упадет Да Что Прекратили Пикать Ланая Не знаю Почему Здесь Мне кажется Действительно Пак Как-то Интереснее Смотрелся Просто Представьте Себе В данной Ситуации Пик Ланая Что Делать Ну Постоит Она Мид Против Квапу Потерпят Надо Как-то Что-то Не знаю Как выразить Это С словами Хотя Наверное Мне Надо бы Это Уже Уметь Делать Раз уж Я Доту Комментирую Ну Короче Что Должно Быть В хорошем Пике В хорошем Пике Идеальный Пик Он обеспечивает Так сказать Безопасную Игру И В Верли Гейме И В Мид Гейме И Лейт Гейме Да Это Сбалансированный Пик Если бы Габлак Пикнул Темпларку Это Был бы Несбалансированный Пик А Пак Здесь Подходит Вот Вот Примерно То Что Я хотел Сказать Да Это То Самое Например Что Ну Посмотрите У Нави Да То Лина Венга Там Да Вот Квапа Лайстиллер Драктировать Вроде Там И плотные Герои Есть Вроде И не Очень Плотные Есть Да Вот Например Взять Вместо Лайстиллера Какого Нибудь Агильного Кэрри Дрещевого Сразу Мне кажется Пойдет Все Наперекося Ну Габлак Последний Герой Саппортить Последний Герой Саппортить Что Насчет Еще Игр Сегодня Игр Больше Нет Empire Против Na'Vi Все Больше Сегодня Ничего Не Будет А Завтра Послезавтра Не знаю Надо Смотреть Но Можно Конечно Было Зайти На Join Dota Поглядеть Что Там Происходит Вообще Join Dota Может Я ошибаюсь Может Кстати Еще И Сегодня Будут Какие Матчи Да Всех Любимых Саппортов Пупей Перебанил Вообще Реально Всех Любимых Саппортов Пупе Ой Габлака Перебанил Пупей Так Ну да Сегодня Игр Интересных Нету Я так Считаю Завтра Что Там Завтра Какое Завтра Число 21 21 3D Max IG Хорошая Игра Dignitas Moza Хорошая Игра 3D Max НТХ Хорошая Игра Empire Это уже 22 Ну да Что-то Можно Завтра Постримить Не знаю Давайте Об этом Попозже Поговорим Есть Инфа Что LGD Год Вместо Dendy Ну Можно Только Догадываться Конечно Так ли Это Если Это Так То Я Искренне Рад Это Тогда Если Это Правдивая Инфа И Как-то Удастся Подтвердить То Матч От этого Только Выигрывает Только Выигрывает Ну что Пошли Na'Vi Собственно Закуп Смотрим Венга Тут Фуллс Просто Пак Вардов Всяких Разных Зеленых Желтых На любой На любой Вкус Цвет Лина Со Станом Вкачан Бережит Хвост С Квилин Блейдом С Толд Шилдом Лост Тоже Очень много Лечения У Ласта Тяжело Ему Видимо Там Он Предвкушает На квапе Стоять Ну и Квинов Пейн Тоже Вот Не скупиться Не скупиться Только Вот как Квапета Против Пака Стоять Вот Не подрючишь Его Ноксом Не подрючишь Потому что Пак Вкачает Сейчас Наверняка На первом Левеле Фазу И будет Квапа В пустоту Кидаться Кинжалами Если Будет Конечно Ну Не думаю Короче Говорят Что Квинов Пейн Будет Точно Легко Против Пака На топе Сейчас А Видите Когда же Да Оказывается Вот как Сайлент Свен Я вот Последний Пик Что-то Задал Прокомментировать Свена Взял Габлак Последним Пиком Блава Будет Стоять Даблу С Габлаком Вот это Кстати говоря Немножко Опасно Вот это Кстати говоря Немножко Опасно Потому что Если Свен Сейчас Не подойдет Ну Как бы Не будет Здесь Триплет То Эти-то Ребята Они Жесткие Они Жесткие Правда Правда Не знаю Как покажет себя Андаинг В этой ситуации Посмотрим Лосс Подобрал ДД Ничего Он с ним Делать Не будет Просто Чтоб Сопернику Не досталось Ну И в первую очередь Сейчас будем Наблюдать За противостоянием Скандала И Якобы Года Да Якобы Потому что Не ясно Действительно Что это за человек Ну Нет Вот Квапа Первым левелом Прокачала Блинка Скандал Первым левелом Пока ничего Не качал Пока что Ничего Не качал Тут такой Майндгейм Небольшой Смотрите Цепляет Сейчас Габлака Да ладно Ребят Как вы здесь Попались Хорош ФБ Можно сделать Отличная работа Нави Здесь еще Подходит Сайлент Правда Он Да Помогает Все-таки Своим тиммейтам Убить Вингу Пупей отходит Хвост Отхиливается Ну Все-таки ФБ Забрали Нави И Это ФБ Для Лины То есть Для Саппорта Я считаю ФБ Это Очень приятная Штука Ну Правда Если ФБ Забрал Лассилер Не знаю Мидас Бо он фармил Или что Ну Короче Побыстрее Мидас Это тоже Очень приятно Потому что Ну Он Быстрее Окупается Быстрее То есть Чаще Чаще Его можно Скидывать За Early Mid Game Да И То есть В начале Игры И в Мид Гейме Тоже Соответственно От этого Больше Выигрывает То есть Мидас Нерентабельно Собирает Скажем На 12 Минуте На 13 На 14 Ну Конечно В зависимости От пиков В зависимости От игры Я видел Как На 14 Или на 13 Даже Минуте Мидас И нормально Что терпели Нави Выигрывали Такие игры Ничего страшного Но все-таки Хвостецкий На линии Должен сделать Мидас Пораньше Хотя Кстати Хвост Любят Играть Без Мидаса На Наевсе Несколько раз Видел И вообще Это очень Такая Действенная Штука Смотрите Габлак Получает Стан Похоже Огребает Здесь Смайл Пупей Подходит Ну Как-то Попытался Помочь Тиммейту Но Похоже Смайл Немножко Загулял Немножко Загулял Фаник На топе Фармит Здесь Скандал Борется Скандал Борется С квапой Вот видите Не попасть Не попасть Квапе Ноксом Скандала Никоим образом То что Он уворачивается Да Тут Вард Поставили Интересно Будут ли Нави Дивардить Потому что Ну вроде бы Трипла То есть Как можно Обыграть Триплу соперника На легкой линии Можно либо ее убивать Либо отпуливать Чтобы Трипла получала Меньше Икспы Да Вот поэтому В триплу надо Посылать Именно Каких-то Сильных героев Да Вот типа Андайенга Да Вот Для линии Сильного героя Чтобы вот Не затерпеть На этой трипле Потому что Если туда Отправить Достаточно Слабую Триплу Вот предположим Вместо Этого Андайенга Сюда Чего-нибудь Такое Вот Ну Просто представьте себе ЦМку Ребята просто Огребли бы От Нави Вот это Куча Куча Станов Имеющихся В самом Имеющихся В самом начале Да Там Лайфсилер Рейдж Может поражать Там очень грамотно После того Какого бы получил Скандал Продолжать Просто Оп Оп Хорош Хорош Но сало Скастил Не получилось Все равно Тоже видите Интересно Вот так Смотреть За Игроками Которые На паках Играют Как они Вот Вот этот Мид Он интересен Пытается Скандал Еще Так Не стал Прятаться От Скрима Все Так Решил Что Будет Ног Скидать Тут Небольшой Замес На боте Что-то Ребята Режут То Смайла То Хвоста То Хвоста То Смайла Пупей Отхиливается У него Мана Только Либо На Стан Либо На Драгон Слейф Причем Оба Нюка По первому Левелу Поэтому Конечно Лучше Скинуть Стан В этой Ситуации Четвертый Левел Тут Третий Второй Ну Вроде Вроде Все Хорошо На Трепле У Эмпайр Да и У Нави Тоже В целом Все Неплохо Единственная Проблема Мне кажется В данной Ситуации Это Фаник Потому что Дарксир Ладно Дарксир Отфармит Там Соберет Там Всякие Миканзмы Что он там Еще будет Собирать Инга Тут Смайл Думаю Что у него Фарма Не будет Вообще Скорее Дарксир Будет Меку Делать Потому что Остальным Саппортом Просто Не хватит Золота Для того Чтобы Собрать Меку На Ранних Минутах Когда Она Действительно Будет Очень Сильно Решать То есть Как бы Имперская Трепла Стоит Трепла Нави Тоже Стоит Плюс На топе Фармит Фаник Ладно Глянем Важна Все таки Реализация В первую Очередь Сейчас Фаник Уходит Винвиз Увидел Он Пупея Который Синими Вардами Подошел На топ Тут Пак Убивает В миду Квапу Вот Собственно Что и следовало Как бы Доказать Я думаю Что здесь Фаник Пытается Как-то Заковырять Но Да Там Было Конечно Не угадать На боте Еще Какой-то Замес Надо Все таки Чаще На бот Смотреть Что там С Фаником Происходит Все таки цепанули Фаника Нет 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 Здесь Пупея Цепанули Он Как дерзко Через вышку На сердже Уходит Не получит Он на ту тычку Да На 7 ХП Уходит Капитан Команды Нави Отличная работа Лост Но Правда Сам Сейчас Хардлейнер Нави Может Затерпеть На сердже Уходит Ну ладно Слава богу Все в порядке У ребят Квапа Подходит Мид Как же Сильно Накоцана Нави На топе На боте Небольшая Возможно Возня Тут происходит Дигейме Старается Ондайн Откидываться Как можно Чаще Чтобы Держать Соперника Так сказать В таком Состоянии Что если Он проявит Агрессию То его Можно будет Убить Чтобы быть Уверенным Если соперник Будет нападать Что можно Драку Будет выиграть Ну и скандал Сейчас 7 Левел ПТ Он будет делать В этой игре Хотя иногда Паку Собирают Фазы Хорошая руна У квапы Но к сожалению У него только 5 левел Да Сейчас Должна Получить 6 Фанник На топе Потихоньку Свой первый Обливион Став Собирает Да Вот Вот Как убить Этого пака Вот он Казалось бы 800 хп Да Вот Сейчас 6 левел 6 левел Террор Смайл Бежит Ну как бы Смайл просто Коцается Сейчас Я не знаю Кто Вот что Вот это Было Как бы Вы там Не просили Говорить Что Я не болею За импайр Ни в коем случае Но вот это То что сейчас Сделал Смайл Это как-то Не знаю Мне показалось Или это Это было Это было Как-то глупо И вот Сейчас Еще скандал Делает Даблкил Не на миду Это просто Что-то Невообразимое Сейчас происходит На топе Пытается Убить Фаник Но убить Его уже Очень тяжело Он скрипом 850 хп Пусть и Так Драгонслейв И Пупей Нет Побаиваться Побаиваться Станчиком Не попал Фаник Сейчас тут Сейчас тут Всех будет Раскидывать Пупей Скорее всего Не уйдет В этой ситуации Получил Стан Ну и Сейчас Его Фаник Доест Да Вот Такие Пироги Пока что Нави К сожалению Не удается Удается Показать Преимущество Полторы тысячи Перефармливает Эмпайр Уже Даже Две с половиной Только что Обновились Графики В экспе Тоже Где-то Две с половиной Да То есть Это Левела Это Ласт хиты Дополнительные Артефакты Дополнительные Варды На карте Ну Насчет Дополнительных Вардов Не знаю Вроде Вот У Ондайн Золота Хватает Габлак На последние Деньги Варды Варды Купил И Вот Сейчас Проставляет Отпуливать Мешает Подумали Что надо Что-то Делать Действительно Надо Что-то Делать В этой Ситуации Как-то Пойти Ну Хоть Кого-то Надо Убить Давайте Ребята Соберитесь За Фаником Нырять Тяжело Вот Вот Эту Кучу Станов Как-то Надо Было Реализовать Потому Что Поначалу Это Очень Сильно Решает Винга С Линой Два Стана Подряд Промахнуться Просто Невозможно Пак Руну Регена Нет Стоп Пак Квапа Забирает Руну Регена Там Пак Где Вообще Пак В Мид Подходит Ну И Собственно Сбегали Нави На топ Что-то Там Потерпели Потерпели Посражались Посражались И Отошли Подальше Подальше Ближе к своей вышке Фаника Сейчас Будут Смотрите Свапать Скорее Вард Поставили Но не успевает Войти Стан Попадает Сайлент Сейчас Развернется Фаника Убьет Смайла Смайлуха Живи Нет Никак Ему не выжить Станом Откидывает Сайлента Перед смертью Чтобы Хоть какой-то Дэмэдж Нанести Но Тут правда Хвост Почти убил Блаву Наверное С инфестом Да То есть По-другому Там Тяжело Было бы Блаву Как-то Вот так Накоцать Сильно Там Скорее всего Навексу Нужно было бы Потратить инфест Чтобы Убить Убеющий Сейчас Очень близко Стоит Ставят Скандал Ульту Сайлент 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 Немножко Поздновато Скандал Стяжка Отличная От ласта И Квапа Живет Квапа Живет Час 4 секунды Блинк откатится Фанник Очень мало ХП У него Можно пытаться Скримом убить Но Оказалось Что у него Просто больше ХП чем я ожидал У него там Крип был съеден И вот 1200 ХП На 9й минуте Да Для Клинкса Это Вообще Это очень много Он плотнее Андаинга Того же самого Причем Плотнее Чуть ли не в 2 раза Плотнее Наикса Ну Очень много Конечно ХП на таких Ну Хотя Блаву загангать Отлично Ну Ну Еще тысячечку Так Лина забирает Фраг Хвост играет Вот видите Хвост играет Без Мидаса О чем я и говорил О чем я и говорил Что Этот парень Любит там Без Мидаса Ну боится Боится И знаете Вот в этой ситуации Мне кажется Что все таки правильно Он делает Что играет Без Мидаса Потому что Уже То есть Мидас надо собирать Когда все хорошо Когда все хорошо Не боишься Что тебя пропушат А если Эмпайр сейчас Флетчер Тут уже Оршад Наверное имеет Да Вот он Оршад На 10й минуте ПТ правда нет Но оно будет Куплено Так сказать В процессе В процессе Ганга Если Эмпайр Соберутся пушить То Наикс С одним этим Мидасом Что он сделает Пойдет Крипа Продаст Ничего он не сделает Тому лучше Там побыстрее Собрать Вот хотя бы То же самое ПТ там Плотности побольше Там армлетку Тоже докупить Если у него Появится армлет Еще там В течении Какого-то Ой-ой-ой Тут убивают Квапу Правда Квапа Успела убить Габлака Но не самый Выгодный Размен Конечно Для нави Таким вот Образом Разменяться Потому что Квапа Медовая У него Восьмой Левел А у Андайинга Он запортил Там на боте У него Почти что Шестой Но все-таки Пятый Все-таки Пятый Ресается Андайинг Быстро И золото И экспы За него Не так много Как за Квапу Было получено Так что В целом Размен Ну Хоть какой-то Надо выигрывать Время для хвоста Надо выигрывать Время для хвоста Чтобы он Отфармил Чтобы он Смог убивать Поэтому возможно Здесь уже Хоть какие-то Размены Даже Будут Помогать Смайл Четвертого Левела Со стиками Пытается Накопить себе На сапожек Фак ставит Ульту И быстро Очень убивает Сейчас он Смайла И Не успел Правда Скандал Спрятаться В фазу Чтобы Заивидить Скрим И Блинкдагер У скандала Вот Сейчас начнется Уже Действительно Тяжело Сейчас будет Тяжело Нави Флетчер Флетчер Дособирает Себе ПТ Он сейчас Крипа Добьет Все ПТ Есть Хвост Выходит С линии Пупей Выходит С линии Фанник Не дожидаясь Пока ему Поставят Вард Пока ему Скастят Open Ваунс Пока он Подстан Сразу же Нежмет Хайду И уходит Оттуда Приспокойнейшим Образом Не дергает Судьбу За бороду Так сказать Ну и сейчас Кстати Говор Опа Смайл Здравствуйте До свидания Все Минус Смайл Станом Попали Ну как бы Фаннику Абсолютно Все равно На то что Его пытается Убить Он сейчас Пойдет Еще Сейчас Жирного Петуха Сожрет Попали Правда Опять таки У него Станом Драгонслей Все Крип Косарь ХП Не страшно Просто Не страшно Ну вот Уже Что-то Близится К хвост К Армлетке Близится Хвост К армлетке И рецепт Кажется Был куплен Что Посмотрим На Наикса Что он сможет Посмотрим На Наикса Что он сможет У Блавы В данной Ситуации Аквила Фаза И еще Тысяча Голды В принципе Можно было бы Собрать БКБ Наверное Даже нужно было бы Собрать БКБ Потому что Ну хороший Магический Продкаст Есть у Соперника И Надо выживать Надо стараться Следующий артефакт Для Фанника Тоже БКБ Тут даже И речи о других Не может быть Артах Как-то Блин Прям Очень дерзко В ласта ворвались Очень дерзко Он стоял Чуть ли не тут Да Там Арба полетела Ульта От скандала С этим Кстати Сколько смотрят 782 человека Еще в Дота ТВ Смотрят Да Прибавляем К тем 42 тысячам Еще Можно сказать Пол косаря Блин Топ ломают Имперцы Сейчас доломают Уже 5-6 тысяч 6 тысяч В экспе Выиграют Ну хвост Все фармит Хвост Сейчас будет Напрягать Т1 Соперника На боте Но Кажется Импайр готовы Пожертвовать Вышкой На боте И Забрать На топе Вышку Там где-то Флетчер Прирезал Квапу Но вот О чем я и говорил Что Флетчер Фармит И он потом Начнет устраивать Вот такие вот Вылазки Такие вот Ганги делать Очень неприятно Для команды Нави Они и так-то В данной Ситуации Проигрывают По фрагам Проигрывают Очень большое Преимущество Им очень тяжело Будет здесь выигрывать И хайграунд Держать дальше У Эмпайр Более того Там выигрывать Там Да Затягивать Затягивать матч У Эмпайра Пик лучше В лейте Вот Что ты будешь делать Свен Флетчер И Герокоптер Да То есть Три таких Полноценных Лейтовых героя Полноценных Лейтовых героя У Эмпайра У Нави Такой Герой Чисто полноценный Кэрри Лейтовый Это Наэкс Квапа Конечно В лейте Тоже сильная Никто не спорит И сейчас Флетчер Кажется Смайл остался В одиночестве Его убивают Получает Правда Фаникстан Там подошел Габлак Очень вовремя И парочку Дикеев Ультанули В пупее Но на арбу Нет Побоялся Побоялся Скандал Конечно Нельзя До такой степени Борзеть Все таки Надо помнить С кем они играют Сайлент Прожав стики Выживает После Соник Вейва Ну вот Вот это все Недостаток Левела Квапа Сейчас получает Сайлент Пытается убить Сайлента Сайлент Ультит Стяжечка хороша От ласта Он там Смог Смог забрать Свена По крайней мере Разменяли Квапу Не за просто Так Дешево Конечно Но не за просто Так Все таки Лучше чем Ничего Ну хвост Вот надо отметить То что В этом моменте Хвост Как бы Вот нами дерутся 4 в 5 Хвост все это Время фармит Для него выигрывают Тиммейт Сейчас очень много Времени Но сможет ли он Что-то сделать Да Потому что У Эмпайр Довольно высокое Преимущество Герокоптер решил Собраться агрессивно Без блокинг баров Сделать Яшу Да Чтобы Чтобы потом Плавненько Перейти в манту Скорее всего Манта будет решать Габлак ПТ Блингдаггер 1800 золота Много нафармил Роман Очень много Импайр Пользуюсь преимуществом И идут забирать Рошу А Егис отдадут Не знаю Фаннику Наверное Что у него Какой у кого Самый высокий Левел 13 Да У Фанника Самый высокий Левел Поэтому Скорее всего Именно ему Отдадут Хотя Без его знает Но я предполагаю Что флетчеру Нет Отдали Блаве Отдали Блаве Блаве Квапа Идет за руны Забирает ДД Бараки стоят Драться можно Хвост фармит 2100 Интересно Это Кераса Или Это Десолятор Если бы это был Десолятор Мне показалось бы Что Хвост Начал бы его собирать С Митрилхаммера А не Райт кликом Покупать Поэтому Предполагаю Что это будет Кераса Да и в этой ситуации Кераса Я считаю Для хвоста Практически идеальный вариант То есть он И флетчера И сведа Неплохо Контрит И гирокоптера Блин Какой же жесткий Фаник Врывается Сейчас пытается Под салом Убить Квапу 330 хп У нее остается Сало Не убивает Пупей Драгонслейвами Фармит Нейтралов Кристаллиц Видите Как просто Эмпайр Оборзели Оборзели Их надо карать За эту сборку За Кристаллиц И за все Вот эти Вот у Фаника Надо пойти И в прокаст его забрать Чтоб он Не нагрел Кстати Че у него за маска Нет Поменял все таки Думаю Помните Как называлась маска У Фаника Не совсем в цензурном Варианте Да Конечно же Но Поменял он ее Какой-то Дефолтный Там бегает Да У нее была Переименована Старая Ну вот Как бы Такая же Только Только Не переименованная Фар приступает К Атаке на бот Тут там Никто не помешает Зафармить Т1 Это понятно Скандал что-то Дисконул Ставят паузу Но это шанс Почитать чаты Почитать чаты Это всегда круто Так На стриме много народу Приятно Так Завтра Нави развалится Да нет Ребят Не развалится Нави Это Просто Ну не получилось Ребят Немножко сыграть Без Дэнни Да По крайней мере Не получается Я все искренне надеюсь Что увидят здесь Третью карту Но Как бы мне Морально Не хотелось бы Посмотреть Сегодня побольше Дор И как бы мне не хотелось Побольше порубиться Побольше побеседовать С вами Но Мои надежды Просто Тают на глазах Пока что я не видел Ну Практически Ничего того Так А что там С стримом То он работает Вообще А то я смотрю На Твиче Что-то прям Все отрубилось Придержит Придержит табличку В конце Хорошо Просто Гляжу чат На Твич ТВ Он вообще Там прям Не работает Ребят Если Вы меня смотрите Там кто-то На Твич ТВ Тоже очень много народу В чатах Отписывается И У меня там Просто Просто Ничего не прогружается То есть Написано Что плеер в оффлайне Чат не грузится И так далее И тому подобное Реконнектнулся Здесь скандал Поэтому Можно Анпаузить Ладно Добавляю ли я В стим Ребят Я бы с удовольствием Всех бы вас добавил В стим Но у меня уже К сожалению Лимит там Так так Смотрите Хвост грызается Фанника Ставит здесь вард Но удастся ли Фанник убить Проказ Отличный ульт От скандала И Сайлент Тоже очень хороший Боже мой Стан от Сайлента В троих Или даже В четверых Стяжечка Ой слушай Кажется разгребают Фанника убили Сайлента убили Хвост живой Габлак терпит Минус Габлак Отличный инфест От хвоста Здесь еще скандал Пытается что-то сделать Получает Сердж хвост Прожимает черного Теряет инфест И делают Минус 4 Делают Нави При условии Что это был Невероятно хороший Стан от Сайлента Не могу сказать Что скандал Ультанул сверх Классно Но он позволил Просто Сайленту Скастить Стан Позволил Сайленту Попасть там В четверых Этим станом Я уже подумал Там все Там ничего Уже невозможно сделать Но как же красиво Размансовали Нави Просто Респект и уважуха И отправляются Сейчас игроки Как можно больше Как можно больше Получать фарма Жалко не было Блавы Он если бы Был бы в этой ситуации Очень мог бы Помочь своим тиммейтам Да у него Манта У него Аегис Он мог бы впитать Очень много Но вот такими действиями Эмпайр Затягивают Да вот У них в принципе Была возможность И Ну не хочу сказать Что прям О Видите Видите Сразу Хопа Как Пополз Пополз этот График В направлении Оси Абсцисс Да Ближе к нулю Ближе к нулю Ну вот еще парочку Таких драк И Все будет отлично Фаник выходит Фаник Скидывает Сайленс И Посмотрите Он просто Даже не врубая Огненные стрелы Вырубает Свен с арканами Ну это видимо Саппортящий Свен Вот Иглиф такой Да Вот Ну что это заглиф И вышку отдали Иглиф потеряли Странное решение Нави Немного Но Десолятор все таки Сделал Ластилер Вот он копил 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 Формил 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 И в итоге Пришел к выводу Что лучше здесь Собрать Десолятор Ну да Найкс если вгрызется То будет Отрывать Очень неплохо Вот этих вот Героев Которых по сути Нету армора Кто тут такой Без армора Самый парень Ну Все таки Наверное Какой нибудь Свен Убивает Сейчас быстренько Фаник Загрызут Или нет Подставил Сайлот На черный Успел врубить хвост Ультимейт От габлака Поставил стенку Дарксир Ультит Пупей Ой хорош Кажется Нави справляется И скандал Разменяли одного В троих И кажется Блаву еще тоже Могут убить Он Кастует здесь Манту И скидывая тем самым Опен ваунс Выживает так Это что такое было Это Просто Клопат Блин я думал Она Нокс идет кидать Чтобы как-то Подзамедлить Хорош Потеряли Аиги Сейчас Эмпайр Все идет к тому Что Нави справляются Госсепты Рулины Вот Вот Появляются хорошие артефакты Появляются Винга Правда Бомжует Ну ладно Зеленый посох Для Лины То что надо Просто Как можно больше Станов Сейчас врывает Ой хвост Ну ты Не переборщи Только главное Здесь тут хвост На самом деле Может и умереть Ай-яй-яй Хвостецкий Дружище Что ж ты так отдался Убили Скандал Выходит Сайлент Сдает От стана Уворачивается Не все так просто Смайл Не все так просто Ну и Сайлент Тоже сейчас Не сайл В смысле Смайл Сейчас умирает Вот далековато Зашли Почувствовали Силу Да Почувствовали Возможность Чувствуют то Что начинают Выигрывать Тимфайта Ну не надо Не надо Нельзя таких ошибок Допускать сейчас Игрокам Будет драться Драться тяжеловато Стафом Не ушел Может быть Тогда Они там Огрызнутся Так сказать Как нибудь Ну пока что У нави Получается Играть От дефа Хвост Ну хвост Очень дерзкий Я смотрю У меня Сердце Кровью Обливается Сейчас Как реально Попадется Здесь народу Побольше Ему И Черного Он включит Пак ему Побежит Побежит За ним Пока рейдж Рейдж Кончится Сразу же Даггер Форста Фульту Там Покоцает Покоцает Почувствует Как начинает Рейдж Откатываться Сайланс Кастет Ну и собственно Все Там станы Полетят Уже Но с другой Стороны Фармить Надо Без этого Никуда Что то еще Прикуплено У лайфстилера Видимо Хорошо Появляются Какие то Артефакты На Кирасу Стандартная сборка Для лайфстилера В этой ситуации Это я бы даже сказал Идеальная сборка Для лайфстилера Потому что Много Много героев Бьет рукой Просто конкретно Бьет рукой Поэтому лишний армор И быстрый фокус Так 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 Фаник Все это дело Видит Получает Опен ваунс Наверное Где то здесь есть Гем или Да гемулины Его форстафят Форстафят Сайлант На хвосту Уже вот он Черного Прожал Надо было бы Сейчас поаккуратнее Видеть просто Что на боте у них происходит Подходит Купей Стан Лайтстрайк Ай как Купей Это е-мое Терпит Зеленый посох Врубает Здесь Сайлант Кстати говоря С инфестом Ну Бьют липака Сразу же Инфест Ну все Скандалы хотя бы Разменяю Да Он фазу ушел Откатится ли блин И скандал Уходит блинком У него правда Кинжал в заднице Но В принципе Это не страшно Тут фаник Получает ульту БКБ И хвост похоже Что сейчас умрет Да Квапа раздала Дэмэджа Убила фаника Посмотрите Как мало хп У игроков Эмпайр 60 здесь У Свена У Герокоптера Ну все таки 600 хп не так уж и мало Но Тем не менее Тем не менее Сейчас заресается Пупей Блин Надо терпеть Надо терпеть Юзует глиф Сайлант пока что в ульте У него кончается ультимейт Сейчас не будет столько Много дэмэджа Наносить Здесь подходит Лина на 9 левеле Получилось Так 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 Не получилось Лайтстрайк Вот кстати в паку Ой ультует в паку Получается стан Пупей Сразу же Если возможно сжать Зеленый посох Он сжимает Госсептер Убегает Лайтстрайк Отлично Рокетбэрэдж Мант от Блавы Он убивает Пупей И отправляется Лина снова на респаун Мало хп Надо как-то подсобраться Смайл тут Но Смайл ничего не может делать Кроме как поторговать Лицом там Может как-то станчик откинуть И тут блин Сейчас еще фанник подойдет Ему 13 секунд осталось Рессаться Где же хвост Где же хвост 7 секунд 7 секунд Рессается хвост Да Скандал очень много впитал Вот тут Вот Нереально много просто Ну и квопа ультанула Конечно не очень хорошо Не очень хорошо ультанула квопа Ну как бы Фанника она зафокусила Но Бараки стоят Бараки стоят Еще можно играть Еще можно жить Лост 2000 голды Тут правда А Егис Сейчас получит Кто-нибудь Блоу Йо Брейн Скорее всего Блава на 16 левеле Будет очень опасен Доминатор Гирокоптеру прилетит Сейчас Ой МКБ еще купил Блин Ну смотри Кажется Нами идут бороться Здесь Ну А вот это что было такое Вот Вот Я не понял Вот этого му Сейчас от хвоста Что это было Ну При всем моем желании Как так-то Ё-моё Забирает еще Рошана Эмпайр Сейчас там входит Пак Скандала Смиска Сайлента Фу ты блин Всех перепутал Смайла конечно же Да Убивают Ой Как все грустно Как все печально Минус линия Скорее всего Сейчас будет Ну может Наикс успеет заресаться За 25 секунд Тут вроде Крипы далеко Сейчас пока отпушивать Пока Пятое Десятое Фаник здесь Ну Фаник без крипа будет Да пока они подойдут ему Еще надо будет Отлечься крипа Сожрать Так что Заресается Заресается хвост Заресается Смайл Должны в полном составе Сейчас 10 Заресается хвост Ну вот фаник Здесь потому что Уже Потеряна линия Потеряли Четверых героев Байбэк Кажется был Квапы Или это Бак какой-то Не Кажется Это был Байбэк И сейчас теряется Еще вторая линия На этом Ох Эмпайр Эмпайр Выиграли 2-0 Жалко Хотел хотя бы Чтобы Может 2-1 Может потерпели бы Ну Несколько Тимфайтов Кажется Нави выиграли И Может быть на этом Как раз таки И почувствовали Где-то Своё преимущество Вот здесь где-то Отдались Да Там Ненужным образом Хотя то что Хвост тут отдался Не знаю Но на Рошане бы Подрались Если бы здесь Хвост не отдался Пошли бы на Рошана Драться Не знаю Сделали бы там что-нибудь Ну окей Все было бы А так Если бы Отдали бы этого Рошана Скорее всего Точно так же Потеряли бы Баракер Нави К сожалению К сожалению Трансляция прекрасна Без лагов Ты просто не представляешь Я даже Я даже удивлен Потому что Интернет в последнее время Сильно подводит Так Ну что Побеждают Побеждают В этой игре Empire У меня по-прежнему Глючит канал На Twitch TV Я не могу там Ничегошеньки Просчитать Не знаю Ребят Глючит ли у вас тоже Пытаюсь открыть Twitch Слушай Вроде открывается Вроде не открывается Посмотрим Что тут еще Я по Вингу Кикнул из стима Смайл там Ох Слушай Кажется Ребят там вафли Да Стиму Все Борода У меня просто Все пользователи В данный момент В офлайне Находятся Я не знаю 017 Смайл А Меня просили Табличку подольше Подержать Прошу прощения Сейчас вернусь Посмотрю Блин Ага Никак Блин Вот я бомж Забыл Забыл Ребята Извините Табличку Подержать Гош То ли шмоточки Разыграем А то игры Были Игры были Грустные Ребят Шмоточки Наверное Разыграть Не получится Потому что Стим Тупо не работает Давайте Как-нибудь В другой раз Даже видите Сундук этот Проклятый Не удалить Буду ждать Пока заработает Дота Что со стиму Вырублен стим Хорошо что Хоть в этот раз Так Ну Твич ТВ Все так же Лагает Блин Да Стим в офлайне Вынуждены Empire сдаться Вынуждены Видимо Na'Vi были Сдаться Я что-то Я оговариваюсь Когда много говорю Бывают Такие моменты Ладно Почитаю Чего там Что там Интересного Народу Сегодня Много Конечно Трансляцию Смотрел Ребят Я Стримлю В принципе Каждый день Запись Я загружу На ютубе На ютуб Точнее Как можно Быстрее Как можно Быстрее Ютуб Я сейчас Наверное Даже покажу Так 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 Чтобы Подписочки Собирать Собирать Подписочки Так Мой канал Мой канал Мой канал Надо бы Его Запостить В чате Что ли Потому что Ну Для получения Партнерки NetPaint Сказал Что нужно Где-то Около Косаря Подписчиков Не знаю Сейчас Поскидываю Ссылку На Сейчас Сначала В один Чат Потом Покидаю В другие Так Сказать Так Сказать Блин Не могу К сожалению Скинуть На Твич ТВ Там Много Народу Сидело Но Никак Никак Да Все Так Я там Где-то Оговорился Не во Что Поиграть Стим Лежит Ну Раз Стим Лежит То В принципе Можно Было Сходить Порубиться В квачок Я Скоро На Лан Ехать Надо Как Готовиться Настоящие Хакеры Сидят В фанах У Нави Да Не Это Конечно Все Прохладно Досит Стим Чтобы Нави Не Проиграли Ладно В общем Хорошую Тем не менее Игру Мы Сегодня Посмотрели Жалко Очень Мало Было Доты Жалко Что Я думаю Что Вы Я тоже Ожидали Несколько Больше От Этого Матча Ну Что Ж Деваться Некуда Деваться Некуда Еще Будут Игры Хорошие И Классные Сейчас На Джоин Доте Скажу Так Значит Завтра 100% 100% Я буду Стримить Знаете Что Если Только Пожалуйста Прогрузить Джоин Дота Завтра 100% Буду Стримить 21 3D Max ИG Или 3D Max НТХ Сейчас Ну Ну да 3D Max Против ИG Буду Стримить И 3D Max Против No Tide Hunter Тоже Буду Стримить В 21.00 ИG Против 3D Max Это На Дефенс Слушай На Рейд Коле А С No Tide Hunter Они Тогда Где Играют С No Tide Hunter Они Играют Тоже На Рейд Коле Прям Два Матча 3D Max Посмотрим Если Будет Все Нормально Со Стримом То Эти Два Матча Я Наверное Прокомментирую То есть Это Более Менее Интересные Игры Так На Против Импайра Да Тут В принципе Больше Обсуждать Нечего Нечего Больше Обсуждать На YouTube Я Скинул Да Ну Еще Можно Ладно Ладно Значит Группа В которой Я Выкладываю Все Записи В Вконтакте Есть Где Анонс Тоже Делаю Vk.com Слэш Фарсешки Вот Здесь Ссылка Тоже Я Сейчас В чат Скину На Всякий Случай Мало Ли Кому Будет Интересно Следить За Моими Трансляциями Обычно Я Когда Вепку Включаю На Нее Ссылка Висит И Сегодня Просто Без Камеры Работаю Потому Что С Стримом Были Небольшие Проблемы С интернетом Поэтому Ссылку Приходится Скидывать Вручную Ладно Тогда Поотвечаю На Вопросы Которые Есть В чатах Мало Ли Я Еще Не Все Прочитал Я Еще Может Быть Не Все Прочитал Дайте Ключик На Доту Спайкер Напиши Свою Мейл Как Только Разлагает Разлагает Стим Скину Тебя Инвайт На Доту Мне Этих Инвайтов Просто Попой Кушай Ну Или Там Даже Кто Той Человек Снизу Тоже Предлагает Скинуть Инвайт Ну Да Инвайтов Много Присылали Поэтому В принципе Можно Надарить Чего Угодно Так 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 Ну В принципе Больше вопросов Нету Ладно Ребят Спасибо За ваше Внимание Было Приятно Покомментировать Эту Великолепную Игру Не Увидьте Здесь Сарказма Мне Действительно Понравилась Эта Игра Жалко Только Что Опять Так Очень Мало Завтра Стрим Продолжим 3D Max Будут играть На Raid Коле Сначала Против Evil Genius Потом Против Команда NoTideHunter Надеюсь Будет интересно Надеюсь Народу Будет много Любите Доту Всех Благ С вами был Фарсешка Пока 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 Субтитры Субтитры Субтитры